Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с четырех до пяти. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. 7, 20 июня 2021-го вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале, то, что я обещал с вчерашнего дня, то, что перекочевало к нам на сегодня, это российско-бирманская тема, интересная. Немного расскажу, постараюсь долго не задерживаться, но там интересные ходы были сделаны. В общем, стоит того, чтобы об этом поговорить. Потом мы перейдем к победе в Перу марксиста на выборах президента Педра Костила. Это такое достаточно опасное развитие. Расскажу, почему и кто он такой на самом деле, и чего ожидать, какие следующие шаги возможны, что может быть в Перу. Интересно. Об этом потом какая-то есть небольшая, на самом деле, очень небольшая информация относительно визита и встречи Байдена и Абдаллы Второго. И после этого надо какое-то время попытаться уделить скандалу с Беном Джеви, который решил не продавать мороженое в Иудее и Самарии, и в Восточном Иерусалиме. Каковы последствия этого действия? Что в Израиле происходит? Что у нас тут в Америке происходит? И по этому поводу. И вот, в принципе, все. Я надеюсь, что все удастся успеть. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. В то время, как весь, в принципе, цивилизованный мир, развитый, пытается каким-то образом заблокировать военный режим в Мьянме, который уже достаточно давно после совершенного переворота правит там и расстреливает протестующих усиленно, закрывает границы, делает то, что необходимо делать в режиме для выживания, при этом, естественно, попирая все эти демократические нормы, которые, в принципе, в этой стране, страна двигалась демократия достаточно долгим путем, а Устан Сычи находится под стражей до сих пор, у Леонид Нобелевской премии, бывшая глава этого государства. Выборы, вы знаете, там просто ситуация, да, выборы были, результаты выборов были признаны незаконными, выборы были признаны фрадуленд, да, то есть фальсифицированными. В результате этих выборов, кстати, победу одержала партия Устан Сычи, и причем она получила такое количество мест в парламенте, что позволяло ей поменять институцию и лишить военных тех прерогатив и всяческих преференций, которые у них были, иметь там вето-пау относительно некоторых возможностей наложения вето на какие-то решения государственные. То есть статус-кво меняло, в результате этих выборов меняли статус-кво, поэтому военные, вкратце, да, поэтому военные решили не испытывать больше судьбу и решить вопрос таким образом, чтобы закрепить за собой власть, опять военным способом, естественно, путем государственного переворота, который до сих пор хунта до сих пор держится. Глава хунты посещал Москву не так давно, а в конце июня встречался с господином Шойгу, встречался с разными другими министрами, с Путином не встречался. В отношениях между Бирмой или Мьянной, как хотите, и Москвой наметились очень серьезные такие теплые моменты, и серьезные, очень активные эти взаимоотношения, естественно, в том, что касается основной продажи вооружений. Китай занимает в данном случае Китай, на самом деле Мьянму и военный режим Мьянмы поддерживал очень-очень много лет, десятилетия Мьянма опиралась на китайскую поддержку, но в Совете Безопасности ООН, кстати, когда последний раз была попытка провести голосование, точнее, не в Совете Безопасности, на Генеральной Ассамблее, прошу прощения, когда 119 стран проголосовали за то, чтобы наложить тотальный и полный эмбарго на продажу вооружений в Мьянму, поскольку эти вооружения используются для расстрела собственного населения, за последние несколько месяцев уже убито больше 900 человек при разгоне протестов. Это кажется, что это небольшая цифра, но это как бы люди с гражданской активной позицией. А Генеральная Ассамблея проголосовала за то, чтобы наложить эмбарго на поставку вооружений, против проголосовала Белоруссия, а Китай и Россия воздержали. Но Китай, в принципе, занимает такую достаточно уверенную здесь позицию, то есть, с одной стороны, он в публичной плоскости никаким образом не осуждает хунту, при этом и особо ее не поддерживает в публичном пространстве, но на международном уровне. Россия же здесь выступает в тот момент, когда Китай осторожно себя ведет и пытается как-то по центру пройти, по канату, балансируя. Такой балансировочный акт исполняет Россия, спокойно поддерживает военное правительство и продолжает вооружение. И обсуждает также всяческие контракты, связанные с разработкой разных месторождений. Например, 200 тысяч тонн месторождения железной руды, которая там достаточно давно этот проект был заморожен, сейчас он будет размораживаться, и Россия будет в этом проекте, в этом тендере участвовать. В общем и целом, по большому счету, здесь Россия, на мой взгляд, обходит немножко Китай. И достаточно интересная позиция. В принципе, по идее, на Китай нужно рассчитывать, но для военного режима в данном случае это предоставляет определенное окно, что если Китай для того, чтобы иметь альтернативные источники поддержки, и тут как бы получается, что их выживаемость таким образом повышается. Если Китай чего-то не продаст, то Россия продаст. И наоборот. Впысли из товара, который необходим, из вооружения, который необходим. В 2018 году, когда Шойгу, министр обороны Российской Федерации, летал в Бирму, еще при правительстве Аустан-Сучи, они там подписали контракт на поставку шесть, по-моему, самолетов Су-30, военных самолетов. А мы знаем, когда самолеты продаются, это также влечет за собой контракты на обслуживание, на поставку запчастей и так далее. То есть это достаточно длительно. То есть если вы купили самолет у какой-то страны военной, то это вы надолго, короче, не породнились с этой страной, потому что вам придется постоянно находиться в контакте, постоянно получать всячески разные обновления, и бригады обслуживания будут постоянно ездить. В общем, это длительная история, большая. И вот сейчас контракты по информации, по моим источникам, увеличились. Запросы на вооружение увеличились, потому что как бы спрос сейчас в самой Мьянмина, с точки зрения военных, да, он поднялся, потому что есть определенные конфликты внутри страны, как мы понимаем. Люди протестуют по всей стране. Нужно стрелять. То есть, опять же, нужно из чего стрелять. И также возникает вопрос, кроме новых вооружений, которые сделаны вот только-только совсем были новые вооружения, есть еще секонд-хенд, да, рынок секонд-хенд вооружений, на котором как бы Мьянма сейчас тоже может у России достаточно серьезно заключать на очень большие суммы контракта. И в общем и целом, на мой взгляд, сегодня процентом как бы оружейного экспорта Россия здесь четко сыграла на возможности и обошла Китай в данном случае. Это интересная динамика, учитывая, опять же, многодесятилетние, декадные, декадную историю поддержки Китая военного режима. То есть, Китай-то осторожен по отношению к мнению Запада, потому как все-таки на кону стоит большая торговля, и так достаточно много раздражителей в отношении между Китаем и Западом, помимо самой Мьянмы. Поэтому Китай здесь пытается пройти по балансу. Россия же, так как объем торговли, скажем так, тот торговый сегмент, который Россия в отношении к Западу сегодня занимает, в основном сырьевой, поэтому тут опасаться нечего. Сырьевой сегмент позволяет России проводить независимую внешнюю политику со всем, в данном случае, и поддерживать тех, кого она хочет поддерживать, не обращая внимания на всяческие движения и так называемые моральные установки, которые Запад пытается всем остальным, для всех остальных продвинуть. Поэтому мы здесь видим определенную свободу маневра, которой Россия в данном случае наслаждается, и это, опять же, еще раз хочу подчеркнуть, дает возможность берманскому режиму военному удерживаться, продолжать. Опять же, понятно, что экономические возможности России, экономические возможности Китая совсем разные, и Китай может предложить определенные финансовые возможности, линию, даже живую артерию, которую Россия вряд ли сегодня в сегодняшней ситуации может предложить берманскому режиму, Но даже если Китай будет отделать, он не будет отделать открыто А продажа вооружения может происходить открыто В общем, это интересная динамика Такое небольшое соревнование под боком Китая происходит Вот с этой точки зрения меня это заинтересовал В принципе же, в основном, бизнес как обычно Потому что мы видим как бы тенденцию последнего десятилетия Что военные режимы удерживаются Начиная с Сирии и заканчивая, наверное, Бирмой Да, военные режимы удерживаются И Мадура Да, вот мы видим, что режимы автократии удерживаются И невозможны Беларусь Мы видим, что последний тренд, он такой, что вот не получается Какие бы протесты ни шли, не получается сместить автократический режим Это тоже тренд Да, и протесты тренд И то, что такой режим все равно стоит Независимо от того, что происходит там на нижнем этаже Это тоже тренд Потому как больше какое-то давление внешнее На лидеров самого режима такого оно никак не влияет И всегда находится какой-то другой игрок Который будет этот режим поддерживать Это касается всех-всех вышеуказанных моментов От Сирии, Белоруссии, Мьянмы, Венесуэлы Всех-всех-всех режимов, в которых мы наблюдаем подобный тренд Связано это, естественно, с чем? С простой вещью, да? А если раньше было мало игроков активных То сегодня их намного больше активных игроков Мир, опять же, многополярный И когда мир многополярный, то понятно, что в определенных ситуациях Разные режимы могут играть на определенном противодействии На противоходе и в итоге находить себе поддержку В тех даже местах, в которых раньше им это даже не снилось Находить поддержку Вот примерно, что по поводу Бирма Я вчера вам хотел рассказать, но не успел Ну, теперь мы знаем и смотрим как бы с пониманием Теперь мы знаем, каковы шансы этого режима дальше устоять Опять же, Мьянма богата ресурсами Ну, а кто реально может вмешиваться? Да, суверенитет же никто не отменял Кто реально будет вмешиваться в суверенные дела другого государства Которые внутри его территории происходят Если, конечно, там не будет какого-то особого геноцида И то, как показывает практика Даже геноцид против своего населения далеко не всегда Обеспечивает вмешательство внешних сил В эту страну, в дела этой страны для того, чтобы это прекратить Примеров было достаточно за последние 50-60 лет Немало таких примеров было Даже не хочется их перечислять Пошли дальше Крузанем глобусы против часовой стрелки И переместимся в Перу Где вчера вечером были объявлены результаты выборов Второго тура, как я понимаю В котором участвовало как бы два главных кандидата Кейко Фуджимори со стороны правой и консервативной части перуанского общества Которая дочь бывшего лидера, кстати, тоже автократа Перу президента Фуджимори Который, по-моему, наполовину японец Вообще, там тоже интересная штука И Эндро Кастило, который Вообще до этого момента был практически неизвестным человеком До этих президентских выборов Он жил в Вандах В горах Преподавал там в школе И потом стал противопрофессоюзным активистом Его позиция сильно марксистская И то движение, в котором он возглавляет сейчас Да, оно сильно марксистское Внутри него есть Внутри него есть, как бы, опять же Основная масса входящих в это движение людей Прям марксисты, я так понимаю, троцкисты совсем То есть они совсем такие Как бы это Экстремальное крыло Даже их новым марксистами, наверное, сложно называть В общем Он победил Победил он на выборах Вчера в понедельник Или Бордов Электронс Избирательный комитет объявил его победителем Он с таким отрывом победил Я такого удовщеника давным-давно уже не встречал Он победил с результатом 50,1 ГОС Фуджимори набрал 49,9 Соответственно Она, конечно, не признавала результаты выборов Называла их поддельными Сфальсифицированными Никаких доказательств, конечно Того, что они сфальсифицированы Предъявлено не было Правда, Фуджимори сказала Что я Поддержу Любое решение избирательного комитета Которое вчера вечером было озвучено Что дало повод для огромного празднования В левом лагере И это, опять же Это очень проблематичная ситуация Я сейчас объясню по нескольким позициям проблематично Во-первых, само по себе Перу Государство, которое последние 10-15 лет Развивалось очень активно до пандемии Удивляло всех невероятными показателями Экономического роста При наличии достаточно серьезных ресурсов У государства есть Туризм у государства есть У государства, ну, до пандемии Мы сейчас говорим все до 20-го года У государства Очень сильная бизнес-комьюнити Ну, то есть достаточно И очень сильные были правые силы Которые там, естественно, поддерживали Консервативные Которые поддерживали развитие бизнеса Частной собственности Приверженности Перу В экономическом развитии Открытого рынка Подходу открытого рынка Опен-маркет То есть чистая экономика Адам Смит То есть как положено Для того, чтобы экономика развивалась Все было более-менее нормально Пока не пришла пандемия Которая грохнула В принципе экономику Раз Которая Перу Занимает первое место в мире По-моему По количеству смертей На душу населения Из-за пандемии Там очень много умерло людей Нет цифр точных у меня Но о том, что они первое место На душу населения Количество смертей Там на 100 тысяч Это точно совершенно информация То есть И как любое развивающееся государство Для всех Опять же общий тренд Сегодня больше всех В итоге от пандемии Пострадали государства Которые развивались Потому что развитое государство Севера Развитого севера Да Как мы так называем Глобальный север Он оправился В принципе Потому что были возможности Выделять средства Как стимулус Пэккеджи разные Была возможность Проложить Определенными деньгами С вертолета Разбросать И дать Людям возможность Не работать Находиться в локдауне Развивающиеся страны Столкнулись с необходимостью Заходить в локдаун При этом Финансовых резервов Для того, чтобы Сделить подушку И помогать Бизнесам Которые пострадали И людям, которые пострадали Не могли выходить на работу Они не успели Они не смогли У них не было таких возможностей Плюс В принципе В развивающем государстве Где дикого капитализма Грубо говоря Где социальные подушки В принципе плохо развиты И люди должны Работать ежедневно Для того, чтобы ежедневно Приносить себе домой еду И сейчас очень грубо Это в принципе Вот такая система Это во многих странах Мы видели И в Индии мы это видели Что делать людям В локдауне Которые Пропитание которых Зависит от того Что он сегодня Обязательно должен пойти Со своим лотком И продавать свои вещи Которые он с лотка продает Если он не может сегодня Выйти и продавать с лотка То в принципе Ему нечего принести в дом Ему не нужно будет купить еды Это ежедневный День от дня бизнес Там нет выходных Нет отпусков Ты должен каждый день В своей жизни работать Да тяжелая такая штука Такое рабство Но в итоге дети потом Есть короче У этого перспектива какая-то В итоге они вылезают Но когда наступает локдаун Нет возможностей Поэтому развивающие страны Особенно с точки зрения населения Очень пострадали И общий тренд Стран, которые так сильно Пострадали от пандемии Это естественно злость По отношению к правящему классу Который не смог обеспечить Элементарный уровень существования В момент локдауна Пандемии И не смог обеспечить Какую-то сохранность экономики И это выражается Выразилось в итоге Например в Перу В том что победил Марксистский лидер Который естественно Как все опасаются Начнет прибегать К марксистским тактикам К популистским марксистским тактикам Для того чтобы Облегчить положение Беднейшего населения Примеры Далеко ходить не надо Вот Венесуэла перед глазами Одна из богатейших стран Южной Америки Которая превратилась В failed state Буквально за Ну сколько там Мадуро правит Последние наверное 3-4 года Из одной из самых богатейших То есть как бы Процессы шли И к этому ее вели Еще до пандемии Это было понятно Что им уже совсем плохо Потому как национализация Как только вы проводите Национализацию Инвесторы от вас бегут Если вы им не компенсируете То что вы у них забрали Поэтому главное сейчас Опасение в Перу Что он сейчас начнет Менять конституцию По двум причинам Там есть вопросы Первый вопрос Господина Костилова Будет ли он С кем он заполнит Правительство Потому что Если он туда Экстремистов своих возьмет У него есть как бы выбор Вопрос насколько Сбалансированным будет Правительство Которое он будет назначать Потому что если оно будет Таким же экстремистским Как в принципе Идеология Которую он представляет То тогда да Тогда у правых сил Возникает реально То есть пружина тогда сжимается И может разжаться Что значит разжаться Во-первых конгресс Как я понимаю До сих пор контролируется правыми А то есть Теоретическая возможность Импичмента Становится практической возможности Импичмента Это первый момент Второй момент Все инспекторы говорят Как один Что следующие пять лет У него будут Американские горки Ему будет очень сложно Управлять страной Потому как Слишком сильная Правая оппозиция Тому что он будет делать И как только Бизнес комьюнити Почувствует Что он будет Что он начинает Марксистскую тактику И стратегию Осуществлять То есть национализацию Например газовые Месторождения в Перу Он Может Он Он может Попытаться Он может попытаться Провести Он может Многие какие вещи Попытаться провести В принципе Само по себе Национализация Это не самый Не самый лучший вариант Для Как мы понимаем Бизнес комьюнити Поэтому Начать Накладывать на бизнес Определенные ограничения Начинать Определенный выбор То есть Это может Постегнуть инфляцию Мы понимаем Есть определенные вещи Которые обычно делаются Популистами Для того чтобы Заручиться поддержкой И тренд мы видим Да где Во многих местах в мире Это произошло В Южной Америке точнее Да в Латинской Америке От буквы от Мексики На севере Вот сегодня уже до Перу Мы это видели в Боливии Опять победил Моралес Точнее его движение Несмотря на все Что там происходило до этого И все балансирует ситуации Очень нестабильная ситуация Потому что и правые силы Очень сильны Но левых все равно большинство Потому что бедноты больше И они все имеют Избирательное право Как мы понимаем Раз они имеют Избирательное право Они им пользуются Теперь естественно Американское правительство Да теперь о нашем президенте Немножко Он поддержал конечно Избрание То есть официально поздравили И вот объявили Что да Мы признаем как бы Результаты выборов в США Признали Военные Отставные Около 400 человек Уже по-моему так обратились С заявлением Что вот мол ребята Если какие-то начнутся Сейчас серьезные подвижки В Перу Относительно государственного устройства Попытка переписанной Конституции Также имеет еще одну особенность В таких государствах Где левые приходят к власти Что попытка усиления Президентских полномочий Может произойти Вот Что в итоге может привести К диктатуре Да ну почти диктатуре Как это происходит в Венесуэле Так какая Венесуэлизация Перу Что конечно Для правых кругов Перу Недопустимая ситуация Несколько вариантов Здесь есть И вариант Чилийский Перед нами Который мы наблюдали Со всеми вытекающими последствиями С убийством Альенда И восстановлением диктатуры На достаточно долгий срок На десятилетие Вариант Боливии Тоже возможен С последствиями Правда в Боливии Не решился вопрос совсем Да вот сейчас опять Морали свернулся Но теоретически да Вариант Бразильский Вот Бальсонара Сейчас испытывает Проблемы серьезные И следующий Может опять зайти Де Сильва На следующих выборах Бальсонара придется Против Де Сильва Ну против Лулы опять Да того кто был Уже два срока Президентом Бразилии И вот сейчас Как бы вроде на свободе уже И сможет Выставить свою кандидатуру Таким образом К чему я все это вам рассказываю Красный пояс Усиливается Красный пояс Огромная опасность Для наших интересов Естественно там Весь регион К югу от нас Потихоньку Но за исключением Пока еще Мексики Наверное Хотя тоже Мексику Стабильный Сложно назвать Да развивается экономически Да большая часть регионов В порядке Но есть регионы Особенно которые К нашей границе прилегают В которых далеко не все в порядке И вы знаете о чем я говорю Поэтому Здесь вся территория Ну а Гватемала Вы сами знаете Что там происходит И Сальвадор Люди бегут оттуда Через Бегут из Центральной Америки И пытаются прибежать К нам в итоге И это Много времени заняло У Трампа Чтобы это остановить То есть уже Нестабильная ситуация Уровень преступности Коррупции И так далее Все это есть И теперь количество Этих стран повышается Вот мы видим Перу добавляется Получается что у нас И Боливия И Перу Очень скоро Скорее всего Бразилия Потому как Опять же После пандемии Шансы на то Что Бальсонарес Может удержаться На мой взгляд Очень невелики А выборы уже Достаточно скоро Там пройдут Венесуэла Никуда не делась Она там В общем и целом Ребят Пока Счет не в нашу пользу Хочу сказать Левые На волне Постпандемического Вот этого популизма Поднимаются Все выше и выше Это Тренд О котором нужно задуматься И Тем кто планирует Наши действия В регионе Я имею ввиду Американские Надо это обязательно Брать в расчет Потому что Таково наше будущее Ближайшее И нам придется С этим как-то Иметь дело Потому что Наши возможности В регионе Сокращаются Тогда А возможности Левых сил Как бы в регионе Они никуда не делятся Они только усиливаются Это Такой момент О котором надо думать Я считаю Бутик Политик Сказал Как обрезал Добро пожаловать Бутик Политик Часть 2 С вами Кирилл Задов Сегодня 20 июля 2021 Вторник Обещал Бенеджер Скандал Абдау Тогда давайте Может на завтра Попробуем перенести Опять же Информации маловато Конечно О его визите О разговоре Который вчера С Байденом Состоялся Это Странно Немного для меня Тоже Что Американская пресс Почти игнорирует Такое знаменательное событие Но я еще Покопаюсь немножко А Бенеджер Как бы вот он на виду Компания Унивеллер Которая купила Бенеджер В 2000 году 326 миллионов долларов Когда покупала Эту компанию Которая производит мороженое А она Обещала сохранить Собственный совет Директоров У этой компании И собственную У этой компании Социальную миссию По социальной миссии Понимается Обычно Всяческие разные Штуки Которые разные Ребята Считают Правильным Нести То есть То чтобы бизнес Этого теперь в Америке Недостаточно Как мы понимаем Надо еще нести Какую социальную миссию Вот В данном случае Компания Бенеджер Приняла решение Что Мороженое Которое в Израиле Производится И завод в Израиле Находится Я так понимаю Илюша Алексеев Нам сегодня Рассказал Кстати Что на этом заводе В Израиле Работает 200 человек Производит там Мороженое Которое Пользуется Достаточно большим Спросом Пользовалась До сегодняшнего дня Приняла решение Не продавать Больше это мороженое На территории Иудеи и Самари И восточного Иерусалима То есть Которые подобные вещи Пытались сделать Но были за это Жестко отшлепаны Очень болезненно Самым главным Примером Подобного Наказания Жесткого Ответа И реакции Мировой На подобные решения Была судьба Компании Airbnb Которая сначала Сказала Что мы Прекращаем Включать В наши списки В нашем Аппликейшн На нашем веб-сайте Адреса Для Airbnb В Иудее Самарии И в Восточном Иерусалиме Но потом Под диким Достаточно давлением После предупреждения Определенных От американских Разных штатов И губернаторов Принял решение Это решение Отменить Через месяц По-моему Или полтора После того Как они это решение Приняли Им пришлось Отойти Быстенько С позором Прикрывая зад Отступить Значит И вернуть Как бы все эти адреса Опять с датабан Теперь На Втоле Бенто Пример-министр Реакция была Очень жесткая Он объявил Сразу это решение Решением БДС Которое Подпадает Под антиизраильские Действия Которые расшифровываются Как бойкот Дорожен Санкшенс На самом деле Мне немножко сложно Это притягивать К БДС Самому Потому что БДС Это также еще Запрет Это бойкот Израиля А это Сложно Назвать прям Бойкотом Израиля Это бойкот Определенных Это бойкот Поселений В Иудее Сабарии Которые В международном Мнении Сегодня Израилем В его правильных Границах Не являются Опять же С точки зрения Права Это не совсем так И все там Неоднозначно Даже для Тех Кто занимает Совсем уже Левую позицию Это все равно Неоднозначно Если в международном Правом копаться То можно понять Что на самом деле Да является И то что Израиль территорию Сегодня контролирует Он не у кого-то Их забрал А он взял ничье И раз он взял ничье То он имеет право Но это Не играет рули К моменту Бенеджили Значит в Израиле Это вызвало жесткую реакцию Сразу Уже Натани Ягу У которого огромный Фоллоуап на Твиттере Написал Теперь мы знаем Какое мороженое Не покупать Многие там Общественные деятели В публичном пространстве Уже в видео В шор Своих сторис Вынимали Мороженое Бенеджили Из морозилок И бросали его Эти огромные Кены Пачки Бросали его В Мусорную корзину Это без сомнения Ударит по Естественно Израильским работникам Которые там работают Это тоже момент Очень непростой Но с точки зрения Как заставить ребят Поменять свое решение Очень просто Заставить И посол пока Израиль в США Агела Дердан Уже направил письмо Сегодня 35 губернаторам штатов Где законодательно Запрещен БДС Что ребята Обратите внимание На компанию Тома Джерри Бенеджерри Простите Бенеджерри И на Юнивер Который является Как бы Главным холдингом Всего этого И попал он В очень неудобную ситуацию Ему сейчас нужно По очень опять же Тонкому льду пройти Для того Чтобы как-то заставить Либо попытаться Объяснить Что то что было сделано Бенеджерри Советом директоров Это решение Которое было принято Оно не было согласовано Оно не является Частью БДС Что будет очень сложно Объяснить Либо заставить Бенеджерри Отменить свое решение Потому что если нет То как бы Позиции Компании Универ В Америке Могут очень-очень Сильно пострадать И я очень надеюсь Что именно так и произойдет Чтобы неповадно было Надо бы их отшлепать Опять же Очень бы хотелось Чтобы те структуры Которые ставят Рожгаху Да Знак кошерности На эти продукты В секунду На мороженое Чтобы они приняли решение Рожгаху Да То есть снять наблюдение Просто потому что По политическим соображениям Мы не хотим Сертифицировать этот продукт Да Кошерность сертификация Это тоже процесс Который требует Присутствия раввинов На производстве Наблюдение за процессом Периодической инспекцией Мы не хотим этого делать Если это будет сделано Рынок Бенеджерри В Америке Будет резко сокращен Ощутимо сокращен Не резко Но ощутимо сокращен Все будет очень болезненно И когда всяческие глупости Которые пытаются Разные Либерально мыслящие Дегенераты Пытаются каким-то образом Повернуть против нас Мы должны использовать Все возможности Которые у нас есть Для того чтобы их Серьезно наказать И это серьезное наказание Надо немедленно применить Немедленно это нужно сделать Я считаю И для этого Мы должны объединиться Ну а я как не покупал Бенеджерри Так и не буду Я в принципе Не очень большой фанат мороженого Я люблю Хагендац Я уже об этом сегодня В эфире говорил с утра Друзья Я желаю вам хорошего дня Остатка его точнее Большое спасибо Что были со мной С вами был Кирилл Задов Вы слушали Бутик Политик Сказал Как обрезал